Всем привет, большие и маленькие любители танков! Сегодня с вами Тури и Лекса. Отлично. И в World of Warships мы получили бета-ключик. И сейчас прям вам с пылу жару показываем, что же здесь, как у нас происходит. Тык и готов. Погнали сразу в бой. И на одном просядем. Красивое небо, а на другом не восход. Да ладно, у тебя на разных кораблях разный цвет неба? Не. На одной стороне дубина. Ты жмешь и готов? А, точно. Ну вот у нас, дамы и господа, у нас, к вашему вниманию, представляются два эскадренных миноносца. Самые маленькие кораблики World of Warships. Но это совсем не значит, что они самые такие безопасные, как, грубо говоря, светлячок. Нет. Это все совсем по-другому здесь, в этой игре. Здесь каждый корабль по-своему опасен, по-своему интересен. И даже самый маленький эсминец способен очень-очень быстро за один залп потопить большой и большой линкор. Вот в данном случае он здесь называется Кавачи. Смотрите, это у нас линкор в топе. А, мы в самом низу с Лексой. Я вообще в самом-самом низу, Лексой чуть повыше. Мы здесь эскадренные миноносцы, так называемые Дестройеры. И чуть повыше нас Сент-Луис и так далее. Это крейсеры. Авианосцев у нас с вами сейчас нету. Вообще они в игре есть, но они начинают не соврать в четвертый уровень, а мы пока туда не попадаем. А тут сколько карт? Вообще здесь пишут, что порядка пяти карт. Но я, честно, видел вот в основном их две. И одна иногда появляется, но очень-очень редко. В основном вот здесь эти две карты. Большая гонка и линия разлома. Это такие самые часто встречающиеся карты. Возможно, на более высоких уровнях что-то меняется. Нет, Перл-Харбор я пока не встречал. Ну вот, как видите, мы сейчас с Лексой здесь появились где-то рядом. Сейчас я ее вижу. Вот она. Вот она справа. Мы ручку машинного телеграфа, видите, нажимая W, отправляем вперед наш корабль. Здесь не так, как в танках, не надо держать кнопку вперед. Здесь можно ехать, точнее, извините, пожалуйста, идти. Плыть. Плывом ходом плыть. Плавает. Сами знаете, что. Плавает. Плавает корабль. Нет, корабль ходит. Плавает кое-что другое. Но не суть важна. Тут закат или восход? Мне кажется, что это, наверное, все-таки закат, судя по всему. Нет, но если туда смотреть, это МВ на компасе. На компасе В, значит, точно закат. Потому что запад. Ну, кстати, интересная мысль, да. Получается, действительно, закат. Прикольно. Никогда бы не задумался. Давайте посмотрим, что у нас есть в нашем с вами распоряжении. Здесь у нас снаряды осколочно-фугасные, бронебойные и торпеды, дамы и господа. Основное вооружение эскадренного наносца это торпеды. Ну вот скажи, Лекса, как тебе игрушка сама по себе? У меня же микрофон со страха упал. Рассказали. Не очень. Не очень понравилось. Что тебе конкретно здесь не понравилось? Медленно. Медленно что? Непривычно просто. Надо привыкнуть. Мне кажется... Тебя стреляли. Да, кто-то стрелял. Не факт, что именно в меня. Я вот сейчас прикрою стушкой Сент-Луиса. Ох, как у нас сразу получилось. Торпеды идут медленно. Торпеды идут. Но они, на самом деле, идут как-то не странно побыстрее, чем корабли. Вот мы включаем дымовую завесу, прикрываем всех наших. Не, ну если торпеда, то, блин, это надо рассчитывать. Предупреждение или как там? Появляется специально такая белая полоска. Она показывает, куда будет двигаться корабль. Вот мы берем в цель, допустим, эсминец. И вот сюда, грубо говоря, нам надо люксить торпеду. Ну, конечно же, он может 10 раз поменять свой курс. И, естественно, все может поменяться. Да, я столкнулась. С кем? С нашим? Ну, с нашим не очень страшно. Я вот тут только не сталкивался. Я не видел большой проблем, столкновение. Ну, а мы попали огнем главного калибра, так сказать, орудиями, попали в противника. Принесли как-то даже урон. Как видите, в дымовой завесе он быстро пропадает. Потому что он у меня достал корабль. Че там, толкаешься с эсминцем? Да. Вот мы продолжаем свой огонь. Оказывается, мы перестреливаем немножко. Я здесь иду встречаться. Вот он, видите, вражеский крейсер. И я сейчас попробую его атаковать, собственно, торпедами. А у меня тоже торпеды есть? Да. Ты же тоже, кстати, наносишься. У тебя тоже есть торпеды. И вот у меня эти торпеды вышли. И сейчас они должны попасть в этот вот крейсер. Оп! Есть попадание. Я попал и нанес на существенный урон. Но он по мне тоже отстреливается. И торпедные аппараты с этой стороны у нас перезаряжаются. Поэтому нам сейчас надо будет повернуться другой стороной, чтобы отстреляться в следующего нашего противника. Вот он, например, здесь. Вот эсминец. Ой, а мы попались. Удалились мы об землю, об остров. Ну, к счастью, здесь для нас это не слишком смертельно. Но и тот у нас и давали на нас убил свой. Как-то не странно. Я так понимаю, своими же собственными торпедами нас подорвал. А я вот успел подорвать моими торпедами вот этот вот эсминец, который встал на пути. Сейчас я нашего потопну. Комплекция сейчас у нас потопит. Нашего. Она тоже уже вайпнулась, да? Ну, вот такой вот, да, дамы, господа. Динамичный, казалось бы, бой. Большую часть союзников урона нанесли друг к другу. С торпедами много мешанины. А я дебил. Ты дебил? Ну, я не буду все повторять. А тут все написано, да, нормально. В общем, дамы и господа, это вот примерно так и происходит. С торпедами, скажу честно, в миноносцах столько мешанины, столько путаницы, что зачастую происходят, конечно, такие неприятные и достаточно вещи. Придурок тупорый лыж. Да, ну, человек явно распирает. Он, видимо, сливает свою стату. Брыжет слюной в монитор. Вот такая вот она игра World of Warships, дамы и господа. В общем, на взгляд лекция это была медленно, а мне показалось, что все случилось достаточно быстро. Мы затонули. Кого-то даже потопили. Я, господа, одного потопил. Лекция минус один. Мне кажется, это неплохой счет для начала. Так что, дамы и господа, если у вас есть ключик, играйте. Если нет ключика, пишите. Да, мы помогли противникам. Да, мы помогли. Да, много таких есть игроков, которые помогают противникам. Называются они, не буду говорить каким словом. Как? Крабы. Но здесь, на самом деле, действительно, реально. Крабы отправляются на дно. Вот. Конкретно здесь все крабы отправляются на днище. Или, как говорят, на грунт. Итак, с вами был Тури и Лекса. Большое спасибо, что смотрите наш канал. Если вам еще интересны видюшки по World of Warships, не стесняйтесь. В комментариях пишите, пишите, что бы вы хотели увидеть. Может быть, уже какие-то гайды или еще какие-то подсказки. Ну, или вообще какие-то обзоры. С удовольствием для вас что-нибудь запишем. А сейчас Лекса прощается с вами. Пока-пока. Пока-пока. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Счастливо.